Добрый день, уважаемые коллеги. В своем сообщении постараюсь осуществить основные принципы современной одевантной терапии меланомы кожи. Актуальность данной проблемы, конечно же, не вызывает сомнений. Мы знаем, что высокая заболеваемость и в последнее время еще дальнейшее повышение заболеваемости лиц молодого и среднего возраста, то есть наиболее социально значимых когорт населения, и изначально агрессивное течение этого заболевания приводит к раннему появлению таленных метастазов и, разумеется, к крайне неблагоприятному прогнозу. Поэтому необходимость поиска эффективных способов лечения, в том числе на ранних стадиях, и в первую очередь на ранних стадиях, конечно же, представляет высокую актуальность. И в своем сообщении я попытаюсь представить основные, осветить основные темы. Это цель адювантной терапии, показания к ней, лекарственные препараты, используемые в данном этапе лечения, режимы, дозы, длительность лечения. И также очень важный вопрос, который в настоящее время чрезвычайно актуален, это возможности индивидуализации адювантной терапии меланомы. В принципе, этот слайд я сфотографировала на ЭСМО в прошлом году, мне он показался интересным. Если мы говорим об адювантной терапии, то мы, конечно же, говорим о выполнении эрадикации, то есть удалении микроскопической резидуальной болезни у тех больных, которые уже считаются практически излеченным и хирургическим способом. И если мы посмотрим такие классические исследования по эффективному адювантному лечению всех опухолей, меланомы в том числе, то мы видим, что в контрольной группе больные, получавшие только хирургическое лечение, уже часть больных будет обеспечена устойчивая длительная выживаемость. Те больные, которые получали адювантное лечение, разумеется, их будет больше. И выигрыш имеет только небольшая группа, отмеченная красной стрелкой. То есть те больные, которые имеют выигрыш адювантной терапии, составляют далеко не большую часть от всех больных пролеченных. И также мы видим, что какое бы ни было эффективное адювантное лечение, оно не приведет к увеличению выживаемости всех 100% пациентов. И в отношении меланомы кожи здесь также именно такая вот минимальная выигрыша у пациентов отмечается. Несколько парадоксальные утверждения, но они, по крайней мере, представлены автором на основании метаанализа нескольких рандомизированных исследований. Чтобы предупредить смерть одного больного, нужно провести адювантное лечение 35 больным. И практически у 100%, у 97% больных адювантное лечение никак не повлияет на их выживаемость. И поэтому в свете данных, скажем так, вводных позиций, поскольку большинство больных уже будет излечено хирургическим способом, то принципиальное значение имеет, во-первых, безопасность адювантного лечения. То есть мы не должны нашим лечениям, которые не всегда, скажем так, еще и приносят пользу пациентам, не должны ухудшить их состояние, их качество жизни. И, конечно же, вопрос о попытке выделения тех целевых когорт больных, у которых именно проведение адювантного лечения будет давать принципиальный выигрыш. И также тоже, наверное, в свете адювантной терапии, вопрос адювантной терапии, нужно, по крайней мере, осветить, наверное, такую вот теорию стволовых клеток опухолевых. Мы знаем, что теория, она небезосновательна, и считается, что именно они лежат в основе дальнейшего прогрессирования заболевания. Стволовые клетки, в отличие от, скажем так, зрелых опухолевых клеток, условно зрелых, конечно же, обладают рядом особенностями, они меньше пролиферируют, они находят в состоянии такого условного покоя, у них другой профиль антигенности, и они даже более чем опухолевые клетки, зрелые опухолевые клетки устойчивы к аптозу и, так называемому, аптозическому стрессу, то есть к действию лекарственных препаратов. И поэтому те лекарственные препараты, которые эффективны в отношении распространенных стадий заболевания, инститических, например, они, как правило, не работают в отношении стволовых клеток, потому что они иные, они, скажем так, несколько отличаются от тех клеток, с которыми работают стандартные лекарственные препараты. И ясно, что для стволовых клеток необходим подбор или просто определение каких-то других принципов лечения, другого, ну, по-моему, других принципов адевантной терапии, в которые было направлено именно эти стволовые клетки. Поэтому не всегда, к сожалению, те препараты, которые работают в рационенных стадиях процесса, того или другого, работают в адевантном режиме. Ну, и говоря об адевантном лечении меланомы, мы преследуем, конечно же, ту цель, которую преследует адевантное лечение любых других злокачественных опухолей, это увеличение общей выживаемости. Но для меланомы, как, скажем так, довольно агрессивной и резистентной опухоли, есть такие суррогатные маркеры эффективности, такие как безрецидивная выживаемость и выживаемость без отдаленных метастазов. Ну, мы прекрасно знаем, что выживаемость зависит, конечно же, от стадии заболевания. И если говорить о меланоме, то вопрос об адевантном лечении рассматривается в отношении больных, страдающих 2-й Б, 2-й С и всеми подстадиями 3-й стадии заболевания. Это те больные, у которых риск рецидива в ближайшее время после хирургического лечения превышает 30%. Какая же лечебная тактика в настоящее время предпринимается в отношении больных вот этой вот группы высокого риска? В принципе, до настоящего времени адевантное лечение не является обязательным, не является стандартом. То есть абсолютно допустимо именно активное динамическое наблюдение за больными, принесшими радикальное хирургическое лечение. Единственным препаратом, который одобрен для адевантного лечения уже на протяжении последних 20 лет, является интерферон альфа. Это его высокие дозы и для больных под группой 3-й стадии пегелированная форма препарата. И, конечно же, безусловной опцией является участие в клинических исследованиях. И такое, скажем так, разночтение, такое разнообразие возможных рекомендаций и отсутствие стандарта, в первую очередь, приводит к тому, что даже в разных странах Западной Европы, Америки, не более трети пациентов получают адевантное лечение. То есть большинство больных, в России, конечно, процентов выше, не получают какого-либо адевантного лечения. Ну и те препараты, о которых мы будем сейчас более прицельно говорить, это интерфероны. Для использования для адевантной терапии меланомы используют рекомендации интерфероны альфа. У них целый спектр биологических эффектов, в принципе, они все здесь указаны. Кроме того, они оказывают медиаторное влияние на иммунную систему и ингибируют ряд сигнальных путей, наиболее значимые это, конечно, МЕК и МАК, которые играют основную роль в выживаемости клеток и в их медостазировании. Ну и для интерферона в настоящее время существует три дозовых режима. Это режимы малых, средних и высоких доз. Для режима средних и высоких доз разработаны индукционная фаза и поддерживающая фаза. И также длительность лечения различается в зависимости от дозы. Малые и средние дозы – полтора-два года, высокие дозы не больше года применяют. И высокие дозы, как мы видим, они на самом деле высокие. Это индукционная фаза – 20 миллионов на квадратный метр в сутки в течение 5 дней, 5 дней в неделю, 4 недели. И потом переходит на поддерживающую дозу – 10 миллионов единиц на квадратный метр в сутки в течение 11 месяцев. И, в принципе, режим этот впервые был разработан в начале еще 90-х годов. Основные работы – это Джон Кирквуд. Как раз на основании этих работ и был препарат, зарегистрированный, одобренный в ДИА в 1996 году. И, в принципе, лечение отличалось тогда уже высокой токсичностью. То есть, в принципе, необходимость в реанимационном пособии довольно часто возникала при проведении этого режима. И, в принципе, данные об эффективности были получены из как раз этого исследования. Мы видим, что через 5 лет наблюдения и безлицидивные, и, самое главное, общая выживаемость больных отличалась, ну, по крайней мере, на 10% в группе больных, получавших высокие дозы интерферона. Но при подведении итогов через 12 лет наблюдения оказалось, что различия в общей выживаемости нивелировались. То есть, в принципе, сроки жизни больных, получавших столь высокое токсичное лечение, и не получавших, они практически сравнялись. И, к сожалению, такое токсичное лечение, но на самом деле токсично, здесь вот такая обобщенная частота осложнений 3-4 степени. Мы видим, что и общие симптомы, такие как лихорадка, грипподобный синдром у каждого второго пациента, да, это, причем, лихорадка 3-4 степени. Это глубокие миосупрессии у половины практически больных, это тактическое повреждение печени, это нервно-психические расстройства, выраженные депрессии, психозы, которые могут быть. И практически каждый четвертый больной нуждался или в уменьшении дозы, или даже в прекращении лечения. И, конечно же, подобная высокая токсичность, и, что очень важно, высокая стоимость лечения, явились основанием для более пристального, скажем так, изучения режима средних и малых доз. Но в тех работах, которые были проведены, это рандомизированные исследования, существенного, скажем так, эффекта ни малых, ни средних доз на выживаемость пациентов отмечено не было. Но тем более важное значение имеют метаанализ всех этих исследований. И наиболее важный метаанализ был проведен в 2010 году на основании 14 рандомизированных исследований с участием более 8 тысяч больных. То есть очень представительные данные метаанализа. И оказалось, что проведение терапии интерфероном, вне зависимости от уровня дозы, и малые, и средние, и низкие, и высокие дозы, и вне зависимости от длительности лечения, то есть это полтора года, год или два года, приводит к увеличению и безрецидивной выживаемости на 18%, и, самое главное, общей выживаемости на 11%. И, в принципе, эти влияния на выживаемость, на показатель выживаемости, они сопоставимы с эффективностью одиумантной терапии от других опухолей, для которых одиумантная терапия является стандартом, там, злогенная саркома, например, и так далее. И, в принципе, это явилось бесспорным аргументом, как раз в пользу использования режима средних и малых доз. То есть мы видим сопоставимую эффективность с режимом высоких доз, мы видим значительно лучшую переносимость, и, конечно же, немаловажно, особенно в условиях, наверное, нашего времени, только России, но и других стран, это, конечно же, больше экономическая эффективность. То есть в пять раз дешевле курс лечения, это, разумеется, немаловажно. И если режимы высоких доз, они зарегистрированы, из-за режима средних и малых доз, не зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, но они зарегистрированы во многих странах Западной Европы. Поэтому, в принципе, это является стандартом даже для, локальным, национальным стандартом в ряде стран Западной Европы. Ну и вопрос о длительности терапии. Мы с вами уже отметили, что полтора года, два года, год. И сколько же нужно проводить лечение? В принципе, вопрос возник в плане того, что, может быть, основной эффект как раз реализуется, особенно эффект высоких доз, реализуется на протяжении первого месяца лечения, когда мы проводим индукционную фазу с максимально высокими цифрами интерферона, 20 миллионов на квадратный метр. И, может быть, режим, поддерживающий лечение, и не нужен. Также было инициировано для подтверждения или опровержения этой гипотезы исследование, рандомизированное исследование, терапия интерфероном высоких доз в течение месяца или просто наблюдение. И, в принципе, исследование было досрочно прекращено из-за того, что никакого влияния на выживаемость больных такого короткого индукционного курса интерферона не было. То есть целесообразности проведения такого редуцированного одномесячного цикла нет. Или мы проводим в течение года высокий доз интерферона и имеем какой-то выигрыш, или мы не применяем его совсем. И интерферон в другой лекарственной форме, пегелированный интерферон, это рекомбинантная форма интерферона, которая модифицирована путем присоединения молекулы полиэтиленгликоли. И подобная модификация приводит к увеличению периода полууведения практически до 2-2,5 суток. И вследствие этого терапевтическая концентрация препарата поддерживается более длительное время. И, разумеется, кратность введения препарата, соответственно, интервалы между введениями, они могут быть увеличены. И стандартный режим дозирования для этого препарата это индукционная фаза в течение 2 месяцев и поддерживающая до 5 лет. Основное исследование, на основании которого был утвержден зарегистрирован пегелированный интерферон, это исследование у больных с меланомой кожи 3-й стадии, которые подверглись и радикальному удалению опухолей, и удалению лимфоденоктомии, удалению региональных лимфатических узлов. И также пациенты были рандомизированы, отсутствие лечения и терапия пегелированным интерфероном. И мы видим, что через 4 года наблюдения уже есть разница в безрецидивной выживаемости, по крайней мере, но в общей выживаемости этих различий не было. Через 8 лет, извините, практически стали нивелироваться эти различия, даже без рецидивной выживаемости. Но при детальном таком поданализе, при оценке подгрупп пациентов, оказалось, что пациенты, имеющие опухоль с изъязвлением, и пациенты, имеющие опухоль с изъязвлением, и плюс микрометастазы в региональных лимфоузлах, имеют определенный выигрыш от проведения терапии пегелированным интерфероном. То есть, в принципе, как раз здесь уже элемент такой индивидуализации лечения уже появляется. Мы можем, в принципе, выделять когорты пациентов, имеющих микрометастазы в региональных лимфоузлах и имеющие ульцерацию первичной опухоли, как целевую когорту для проведения терапии, по крайней мере, пегелированным интерфероном. Ну, опять же, чтобы подтвердить эту теорию, было инициировано исследование уже для больных более ранней, второй стадии, и сейчас продолжается набор пациентов, довольно большое будет исследование, и через 5 лет будут первые результаты. И в настоящее время, конечно же, продолжаются исследования и третьей фазы, довольно разнообразные. Это исследования эпилюмаба по сравнению с просто наблюдением, о котором я сейчас скажу, и, конечно же, уже более дальние исследования, вернее, более современными препаратами иммунотерапевтическими, которые буквально зарегистрированы даже, наверное, последний год-два. Ну, эпилюмаб, Алексей Витальевич будет подробно о нем говорить. Напомню, что это иммуноклодальное антитело против антигенов, цитотоксических телеумфоцитов, который, в принципе, бесспорно уже зарекомендовал себя как препарат выбора для терапии десинированной меланомы. В исследовании, о котором я говорю, контролируемое профессором Гермонтом, эпилюмаб сравнивался просто с динамическим наблюдением в больных третьей стадии меланомы. Сразу обращу внимание, что доза эпилюмаба здесь в 3 раза выше, чем та, которая зарегистрирована для лечения десинированных форм. 10 миллиграмм на килограмм. И оказалось при подведении итогов, что безрецидивная выживаемость больных, получавших эпилюмаб, примерно на 9 месяцев выше, медиана безрецидивной выживаемости больных, получавших эпилюмаб, на 9 месяцев выше аналогичной группе больных, не получавших лечение. Что, в принципе, уже говорит о достаточно таких убедительных результатах. И этот выигрыш безрецидивной выживаемости имеют все группы больных. То есть вне зависимости от подстадий в рамках третьей стадии заболевания, вне зависимости от вовлечения лимфатических узлов микроскопического или макроскопического, вне зависимости от наличия или отсутствия ульцерации опухоли, все больные, получающие эпилюмаб, имели увеличение безрецидивной выживаемости. Но, к сожалению, ценой этого является высокая иммунопоследовательная токсичность. На нее, скажем так, наверное, имеет смысл идти, если мы лечим дезимированную белоному. Но вопрос о ее допустимости у больных, получающих профилактическое лечение, конечно же, очень такой спорный. Мы видим, что больше 40% больных имели осложнение 34 степени. Больше каждый шестой больной имел выраженное осложнение со стороны желудочно-кишечного тракта. Двое больных погибли от перфорации кишечника. Всего 5 токсических смертей было зарегистрировано. То есть, в принципе, это очень, конечно же, высокая цена для такого профилактического адювантного лечения. Поэтому вопрос о сопоставимости эффекта и токсичности, конечно же, он чрезвычайно такой актуальный. Ну и те исследования, которые проводятся сейчас, исследования третьей фазы, в которых продолжается даже набор пациентов, это как раз-таки сравнение эпилюмаба с режимом высоких и малых доз интерферона и сравнение уже с наблюдением препаратов, направленных уже на антигенопрограммированной смерти. Это пембролизумаб и сравнение уже эпилюмаба с неволюмабом. То есть, в принципе, солевая группа больных с меланомой третьей стадии, имеющей высокий риск рецидива. Ну, конечно же, чрезвычайно интересны результаты этих исследований. Поэтому, подводя итоги, можно сказать, что, конечно же, общая выживаемость практически такая цель, наверное, в отношении азиоматной терапии, меланомы, ну, труднодостижимая, мягко говоря. Но то, что мы имеем сейчас, то есть, в лечении без рецидивной, по крайней мере, выживаемости, это уже какой-то, скажем так, какой-то успех. Это лучше, чем ничего. Пациенты получают лечение, пациенты находятся под активным наблюдением, и пациенты постоянно контактируют с доктором. Ну, то есть, у них, по крайней мере, психологический комфорт, и, тем более, если лечение мало токсичное, разумеется, то, я думаю, что это выбор для наших пациентов. Поэтому, начиная со второй Б, третья стадия, наверное, действительно имеет, не знаю, убедила ли я ее в связи, но, по крайней мере, обсуждать вопрос о целесообразности проведения азиоматной терапии, наверное, менее категорично нужно говорить, наверное, имеет смысл. А больные с более ранними стадиями, это первая Б, первая стадия или вторая А стадия, и, конечно же, им азиоматная терапия можно не проводить. Интерферон в высоких дозах и пагелированный интерферон одобрены, зарегистрированы, по крайней мере, в рекомендациях американского общества онкологов, но мета-анализы подтверждают, что можно использовать решимы средних и малых доз. Поэтому на сегодняшний момент мы имеем то, что мы имеем сейчас, то, что я постаралась осветить. Ну и, конечно же, необходимо продолжать активную работу, выделять факторы, прогнозы, преддиктивные факторы, которые по-разному для того, чтобы нам уделять целевую когорту пациентов, изучать новые препараты, о которых мы уже упомянули, их комбинации, и, конечно же, длительность азиоматной терапии тоже немаловажны и имеет значение. Благодарю. Благодарю.